Новый вице-премьер, ректор одного из белорусских медуниверситетов и председатель райисполкома. Рабочая неделя президента началась с кадровых назначений. В начале встречи Александр Лукашенко отметил, что решения по кадрам, с его точки зрения и исходя из стиля работы, нестандартные. Итак, вакантное кресло заместителя премьер-министра Беларуси по сельскому хозяйству занял Леонид Заяц. Сфера деятельности для него не новая. Ранее он возглавлял Минсельхозпрод. После занимал должность губернатора Могилевской области, а в конце прошлого года был назначен членом Совета Республики. Одна из главных задач, которую сегодня поставил Александр Лукашенко – наращивание экспорта. Новый гендиректор у компании «Бобруйск-Агромаш» стал уже экс-заместитель Виктор Филатов. Обращаясь к новому руководителю, президент обратил внимание, что работать с предприятием есть над чем. В первую очередь необходимо подтянуть качество и при этом заняться ценовой политикой. Произошли изменения и в белорусской калийной кампании. Руководит ей отныне Алексей Скрага. Здесь президент рассказал, что долго думал над кандидатурой и даже были сомнения. Должность ответственная, тем более в такое непростое время. Но после ряда проверок Александр Лукашенко свое решение не изменил. Честно говоря, практически все назначения, с моей точки зрения, исходя из моего, в общем-то, стиля работы с кадрами, нестандартные. Леонид Константиновича я попросил, чтобы с вами переговорили. У вас одна задача – экспорт. Вы это хорошо знаете. Возможности большие открываются на наших основных рынках, как в России, так в Китае, да и в других странах. Думаю, что с этим вы справитесь. Вторая ваша задача, я это откровенно говорю, вы это знаете, подготовить себе надежную замену. Вместе с главой администрации предложить кандидатуру и в течение того времени, которое вы сожжете нужным, работать в должности вице-премьера. Это вам определяться. Я не против, чтобы вы работали очень долго. Что касается белорусской калийной кампании, я очень долго колебался с назначениями здесь и с вашей кандидатурой, потому что с вами я очень близко не работал, а все-таки должность очень ответственная. Я долго проверял, не вижу вашу кандидатуру, не вижу никаких препятствий практически. Вытяните почет и уважение. Вы можете, вы знаете внешнюю торговлю, вы знаете экономику, вы с этим сталкивались. Не важно, какой товар продавать. Калий, технику, вооружение. Хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно. Направлений, по которым мы можем продвигаться, много. Единственное, чтобы все было честно. Торговать надо везде, в том числе в Европейском Союзе. Уже гвалтом кричать не хватает удобрений. Пожалуйста, берите рядом. Надо находить пути и работать. Бизнес есть бизнес. Он иногда мало зависит от политиков. Особенно тех стран, которые нас окружают. Бобруйская граммаж. Я очень тоже колебался переводить. Не вашей кандидатуры, а предыдущего руководителя. Переводить ее сюда, на эту должность или нет. Все-таки вы молодцы. Компания ваша неплохо у моей информации работала. Я, конечно, боялся разрушить эту работу. Но, опять же, вот как Леонид Константиновичу я говорю, что время больших возможностей. Единственное пожелание – качество. Вы, как технар, лучше меня знаете, что у нас еще есть над чем работать. Если вам бывший директор нужен будет для того, чтобы где-то посоветоваться, опереться и прочее, не вопрос. Приглашайте туда сразу конкретная задача, пусть работают. Потому что это было мое условие. Мы переводим, но в течение года, там сколько нужно, по крайней мере этого года, чтобы она не уходила сразу от дел. Надо, чтобы поддерживала, помогала. Если нужно, если вам это нужно, вам решать. Немало работы предупредил глава государства и у нового председателя Чашнинского райисполкома. Александр Быков прежде долгое время был директором филиала Витебского мясокомбината. Вливаться в новую роль председателя ему придется достаточно быстро. Посевная кампания – ответственный и важный процесс. Посевной практически полностью готовы. Уже начали внесение минеральных удобрений, начали подсев травм многолетних. Уже начался идти, ведется в районе. Ну и основные задачи президент поставил – это увеличить производство сельскохозяйственной продукции. То есть сейчас спрос на мировом рынке очень большой. Продукты востребованы. Ну и задача, чтобы больше увеличить объемы. То есть наш район тоже будет увеличивать пассивные площадя. Уже озимые зерновые увеличены площадя – крестосветных, зерновых, зернобобовых. Ну и также продукты животноводства тоже будем увеличивать поголовье и соблюдать технологии. Новая запись в трудовой книжке и у Игоря Жука, ныне ректора Грудненского медуниверситета. Прежде он был председателем Грудненского областного совета депутатов. Изменения и в Министерстве экономики. Заместителем министра стала Олеся Браменко. Ряд изменений произошел и в ДИП-корпусе.